Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Реализация майских указов президента страны в Москве прошло заседание Государственного совета. Сын полка в Чебокстарах проходит фестиваль военного кино. Пушистые и шустрые в Ельниковскую рощу заселили 15 белок. Власти регионов должны нести персональную ответственность за выполнение программы ликвидации аварийного жилья. Также руководители субъектов обязаны внедрить эффективную систему управления сетью МФЦ. Такие задачи сегодня озвучил в Кремле президент страны. Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и комиссии, которое мониторит выполнение показателей социально-экономического развития России. На поездке дня итоги реализации майских указов. С подробностями из Кремлевского дворца мой коллега Дмитрий Ковалев. Майские указы Владимир Путин подписал ровно пять лет назад, вступив на пост президента страны. В десяти документах расписаны конкретные задачи членам правительства и региональным властям. Как реализуются поручения главы государства, обсуждали в Кремле на расширенном заседании Госсовета. За пять лет, отметил Владимир Путин, власти проделали глобальную работу. Президент неоднократно подчеркивал, что майские указы по сути стали программой развития социальных гарантий. Должны произойти серьезные перемены в сфере медицины и образования ЖКХ. Не менее важные задачи – реформа вооруженных сил и ликвидация аварийного жилья. Президент обозначил и конкретные сроки. Окончательные итоги реализации указов будут озвучены в следующем году. Но уже очевидно, что справится не каждый регион. Хотя, подчеркнул Путин, властям была поставлена довольно адекватная задача. Именно поэтому многие положения майских указов уже получили логическое развитие в приоритетных проектах правительства Российской Федерации и других наших программах и планах. Сейчас важно в целом посмотреть на то, что сделано. Обозначить проблемные зоны, сформулировать дальнейшие наши действия. На очередном госсовете подвели предварительные итоги реализации трех указов президента. Владимиру Путину представили подробные отчеты. Насколько эффективно в регионах функционирует сеть МФЦ. Как развивается система независимой оценки качества работы организаций, которые оказывают социальные услуги. Какие проблемы возникают при ликвидации аварийного жилья. Вот далеко не полный список тем, вынесенных на повестку дня. Доклады готовили заранее. Итоги реализации программы переселения граждан из бараков в комфортные квартиры президенту озвучил глава Чувашской республики. У нас в Чувашии успешно применяется практика переселения граждан по договорам о развитии застроенных территорий. То есть без привлечения государственных и муниципальных бюджетных средств. Таким образом, в рамках реализации программы были переселены сотни людей из 54 жилых помещений общей площади почти 2000 квадратных метров. Кроме того, для эффективной реализации программы и обеспечения жильем в социально незащищенных категориях населения, в республике использован вариант предоставления земельного участка без конкурсных процедур безвозмездное пользование. Это позволило ускорить процесс проектирования и строительства, а также применить нормативы проектирования с учетом площади расселяемого жилья. До 1 сентября должен завершиться процесс расселения домов, которые были признаны аварийными до 2012 года. Республика эту задачу считает главной. На сегодня у нас нет никаких противоречий, но во-первых, все финансовые ресурсы, которые были необходимы, они сегодня находятся уже в республике. И мы уверены, что в срок до 1 сентября республика полностью выполнит свои обязательства. Регионы, реализующие эту программу в срок, Путин пообещал поощрить. Еще одно поручение президента – скорейшая разработка постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилфонда. Михаил Игнатьев предложил различные варианты. Первый механизм – это развитие застроенных территорий. Второй – развитие рынка арендного жилья. Третий – создание правового и организационного механизма реализации инициатив собственников помещений в многоквартирных домах по самостоятельной реализации проектов реконструкции аварийного жилья, строительства нового жилья на земельном участке, который высвобождается после сноса аварийного дома. Четвертый – введение нового вида жилищного фонда, специализированного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Президент обозначил задачи и перед экономическим блоком. В ближайшее время необходимо расширить перечень предоставления услуг. Причем граждане должны только в крайнем случае обращаться за документами в госорганы. Участники госсовета получили огромный перечень поручений. Они должны быть реализованы в сжатые сроки. Потому, насколько быстро региональные власти отреагируют, будет оцениваться их работа. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. У терроризма нет религии, уверены участники семинара практикума, который прошел в Комсомольском районе. В нем приняли участие представители органов государственной власти, общественности и духовенства. А также известный преподаватель религиовед одного из ведущих вузов страны. Гости семинара участвовали в Олимпиаде на знания основ ислама и православия. Определились лучшие чтецы Корана и псалтыря. Священнослужители и заместители директоров школ совместно с детьми и их родителями обсудили роль и значение межличностных и межпоколенческих связей в профилактике терроризма и экстремистских проявлений. Избежать этих проявлений просто и одновременно сложно. Главное профилактическое средство – простое человеческое взаимопонимание, к которому необходимо стремиться. В нашей практике 90% ситуаций, предотвращенных негативных экстремистских случаев – это ситуации, когда дети доверяли родителям и приходили к родителям с вопросами, связанными с той информацией, которую они получили где-то. В частности, мне молодой человек сказал вот так и так, как ты считаешь, это действительно правда. Информация, которую принесла девушка в семью, это была действительно ситуация нетрадиционного ислама. Доверие, на котором строились отношения в этой семье, помогло уберечь девушку от беды. Старшеклассница не попала в организацию экстремистской направленности. Между тем, целевая аудитория у таких организаций – студенческая молодежь. И здесь взрослым и друзьям нужно быть особенно внимательными. Достаточно легко обнаружить, что студент, например, пропал из общежития или исчез с занятий. И всегда это повод вступать в контакт с родителями, выяснять. Были случаи достаточно массовой, попытки массовой вербовки студентов нескольких казанских вузов через интернет. Что же делать, как уберечься от зла? В этом помогут знания и не только светские, но и духовные. Проблема с молодежью у нас возникает. И кто уходит, на самом деле, непросвещенные люди, люди необразованные часто. Крепкие бесплоченные не только должны быть горе, но и по жизни всегда. Поэтому в этот день хочется пожелать всем помощи Божией в этом нелегком труде. Только вместе и при полном понимании реальности угрозы ее можно предотвратить. Пришли к выводу участники семинара. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. Роща и берег реки Кукшум вместо зала заседаний. Чебоксарские депутаты провели сегодня выездное заседание на природе. И увидели не только распускающуюся зелень и первоцветы. Ольга Пурочкина подробнее. Весь апрель чебоксарцы выходили на субботники. Городские парки преобразились, а потом наступили майские праздники. Вот их последствия в роще Гузовского. Мы уже хотим с мешками сами завтра тоже пить и убрать. Теперь нам пенсионеров надежда. В защиту молодого поколения депутаты отмечают. Не хватает не только культуры у населения. Урме побольше, которые с раздельным сбором. Вот я смотрю, там пивные банки в этой бутылке. То они бы даже заставляли людей носить туда. Ну не сложно же. Пока они придумали, как сделать, чтобы не мусорили, нужно убирать. В прошлом году все лесные массивы в черте Чебоксар передали на баланс городу. А значит грабли и мешки для мусора его управлению экологией в руки. А сам мусор отсюда кто убирает? Сам мусор, как раз мы объявили, вы уточнили бюджет, который был последний, апрельский, получается. Мы разработали техзадание на содержание всех скверов. Мы сюда закладываем это вывоз, как раз сбор мусора около скамеек. Получается подметание. Дорожек. Дорожек получается. Плюс как раз по этому скверу мы хотим как раз акцентировать это. Как раз вырубка веток получается. Вывоз вот этих поваленных деревьев. В Дубовой роще в Новоюжном районе другая проблема – освещение. В отличие от лесопарка Гузовского, здесь проходят пешеходные маршруты. Например, с улицы Кукшумская на проспект 9-й Пятилетки. Для многих это единственный путь на работу или в школу. Мы подготовили проект. Он довольно-таки очень большой, комплексный, обширный. Стоит хорошего финансирования. Но в этом проекте уже есть и сеть дорожно-тропиночная, велодорожки, малоархитектурные формы, конечно же освещение. Мы хотим его в этом году начать реализовывать. Как планируют наводить порядок в лесопарках, более или менее ясно. Территория теперь городская. Совсем другая история – частный сектор. Грустный пейзаж открылся народным избранникам на берегу реки Кукшум. Здесь единственный способ – работа с населением. У нас же есть два способа. То есть принуждение и убеждение. Начало всегда с убеждения. Если это не дойдет, значит будем принуждение в момент включать. Может быть, это в ужесточении законодательства. Ну а пока депутатский корпус и управление экологии решают, как навести порядок и призвать к нему население, горожане снова маринуют шашлык. Впереди опять длинные выходные. Пожалуйста, не забудьте захватить с собой мешки для мусора. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин. Республика. В Чебоксарах высадили молодые туи и каштаны в честь Великой Победы. Ровно 72 по количеству послевоенных лет. В посадке участвовали ветераны Великой Отечественной войны, представители столичной администрации, студенты, жители города. При полном параде, в отглаженных хителях с орденами и медалями. У каждого ветерана Великой Отечественной своя история. Григорий Иванович Охотников ушел на фронт в 42-м году. Будучи 18-летним парнишкой, был ручным пулеметчиком. Сначала был в пехоте. После ранения, тяжелого ранения, Владимир Ильиченко. Затем снова на фронт освобождал Польшу и Белоруссию. Победу встретил в Восточной Пруссии. А сегодня он и еще 9 ветеранов помогли заложить новую аллею. Вместе с ними трудились и те, кто хоть и не видел войны, но знает о ней из первых уст. У меня воевал дед, а также в тылу работала моя бабушка. С ветераном, которых, к сожалению, осталось не совсем много в нашей стране. Хочу передать большой привет этот раз. Здоровье самое главное, крепкого здоровья. Мы вас любим, вы как бы открыли нам дверь в будущее. И спасибо вам большое за это. Мы тоже решили принять участие в этой акции и посадить свое Дерево Победы. Это дерево я посадила в память о своем дедушке, Лукини Николая Ивановича, который прошел Великую Отечественную войну. Эта аллея даст начало новой традиции. Теперь каждый год в разных районах города будут высаживать столько деревьев, сколько прошло лет со дня Великой Победы. А значит, островков памяти будет больше. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Владимир Галошев, Республика. В годы Великой Отечественной из деревни Кольцовка Вурнарского района ушли на фронт 118 человек, а вернулись единицы. Среди них Иван Киселев, самый старший по возрасту и единственный участник Великой Отечественной войны из ныне живущих. Давайте познакомимся с ним поближе. Он пошел на фронт добровольцем, не дождавшись даже 18-летия. Старший сержант 10-й армии 22-й дивизии 2-го стрелкового полка. В годы Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях при освобождении городов Смоленск, Ельня, Орша и Рига. Самый яркий запомнил, на трусах подвесной мост был. Вот туда подошли, командир батареи, а Федюшкин, старый, ему 50 лет было. Ну, согласия не дал по мосту по этому ехать. Он меня теперь, Иван, садись. Я сел, я колхозник. И вот по этому подвесной мосту провез орудие туда, на передовую линию. Много таких случаях было. У Ивана Ефремовича множество наград. На вопрос, какая самая дорогая, отвечает орден, а точнее два ордена Красной Звезды. День Победы он встретил в Латвии. Ночью в 12 часов все орудий, сколько есть, на передовой, все с залпом стреляли. После войны бравый солдат вернулся в родную деревню. До выхода на пенсию работал механизатором в колхозе имени Ленина. В 1982 году получил звание заслуженный механизатор сельского хозяйства. И сейчас свои 93 Иван Ефремович держится молодцом. Интересуется последними новостями, любит читать газеты. А выходной ждет детей и внуков. У него три сына, пять внуков и шесть правнуков. Местные жители гордятся своим ветераном. Да и школьники не забывают героя. Частенько заглядывают в гости, чтобы услышать из первых уст истории о войне и подвигах советских солдат. Сегодня мы пришли не просто так, а с небольшим подарком. Эту икону мы сделали всем классам с любовью и с уважением к вам. Пусть она оберегает вас и защищает. Дорогой наш ветеран, спасибо вам за все. Храни вас Бог на многое лето. Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах в рамках недели военного кино показывают классику советского кинематографа. Наша съемочная группа посмотрела историю, основанную на реальных событиях. Фильм «Сын полка». В кинотеатр пришли ученики младших и старших классов чебоксарских школ. Желающих посмотреть историю про 12-летнего мальчика Ваню Солнцева на большом экране Оказалось так много, что пришлось поставить дополнительные места. Сын полка о фильме «Войне», «Солдатском подвиге» и о мальчике Ване Солнцеве, который защищал родину вместе со взрослыми. Кинолента создавалась в разные годы и на разных киностудиях. Чебоксарцам показали фильм режиссера Василия Пронина 1946 года. Тем, кому сейчас за 30, наверное, без труда вспомнят, как в детские годы на школьных уроках литературы читали повесть Валентины Катаева «Сын полка». Когда-то в детстве я читала книжку. Сейчас с удовольствием я смотрела фильм. Детям подрастающего поколения, которые должны знать, как мы победили, как воевали. Мы помним это и будем помнить наших всех, кто погиб, кто за нас погиб. Чтобы мы вот жили, чтобы ваше молодое поколение, еще меньшее поколение, чтобы они не видели ни слез, ни войны. Пусть будет вот такое небо, как сегодня, голубое, тихое, мирное и ясное. Ваня стал героем для многих поколений, выросших после войны. С него брали пример, его фразы повторяли. Современные же школьники с произведением Катаева незнакомы, и школьной программой его убрали. И только на подобных киносеансах они узнают о сыне полка, пастушке, молодом бойце, участвовавшем в боях против фашистов. Я не смотрела ни кино, ни книжку не читала, но я после просмотра этого фильма точно посмотрю и прочитаю книгу. Фильм о войне это интересно, а война это плохо. Этот мальчик, он такой веселый, жизнерадостный, но он был такой еще упорный, как будто ему прямо рвалось идти в бой, отомстить за всех и выгнать этих немцев из нашей родины. Именно этот мальчик мне очень понравился. В современных фильмах ничего такого толкового нет, лучше советские смотреть, они и познавательные. Неделя военного кино в Сейспеле продолжается. 5 мая можно будет посмотреть киноленту «Любаша». 6 мая «Девочка ищет отца». А накануне Дня Победы, 8 мая, фильм Станислава Ростоцкого «О зоре здесь тихие». Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. Накануне Дня Радио министр информационной политики и массовых коммуникаций Александр Иванов встретился с руководителями, главными редакторами радиостанций, вещающих на территории республики. Беседа с сотрудниками радиостанции прошла за чашкой чая в формате без галстуков. Говорили о насущных проблемах, ситуации на рекламном рынке, планах на будущее. Но больше всего о том, как важно выстраивать эффективное взаимодействие средств массовой информации и органов власти. «Да, давление какого-то от вас, мы ни разу никогда ничего не испытывали, какую-то информацию, которая поступает, и вам нужно ее обязательно озвучить, допустим, в нашем непосредственном эфире, никогда не было никаких каких-то препятствий. Наверное, то, что касается внеэфирных каких-то мероприятий, вот здесь мы натыкаемся на какие-то небольшие… Организационные какие-то, да, хозяйственные. Потому что нужна поддержка, именно поддержка города, поддержка республики. И здесь, конечно, приходится где-то, наверное, побороться. Мы благодарны вам за ваше сотрудничество и за ваше, наверное… За то, что не мешает. И давление. Это правильно. Учитывая. Александр Иванов уверен, что сотрудники радиоканалов лучше знают, какая информационная повестка сегодня первична. Профильное ведомство готово услышать новые темы, находить новые формы взаимодействия. Главным плюсом работы радиостанции министр назвал оперативность. По мнению Александра Иванова, важно идти в ногу со временем. Онлайн-вещание, интерактивное общение в социальных сетях, безусловно, открывают новые возможности для привлечения слушателей. Оказывается, у радиослушателя Александра Иванова есть и свои предпочтения. Особенности ТВАН-радио в том, что на двух языках, свободно они говорят по-чувальски, песни на русском. То есть одновременно в одной программе вы можете… Именно это, наверное, и привлекает. Да, да, да. У меня водитель садится, сразу 100 и 3, все, поехали. У него всегда гораздо 100 и 3. Ведут прибавки, потому что новостная лента тоже появляется. Медиорынок сегодня наполнен большим количеством радиоканалов. Идет методичная борьба за слушателей. Например, национальное радио Чуваши расширяет границы и улучшает качество сигнала. В скором времени должен заработать радиопередатчик в селе Красные Читай, который обеспечит сигналом многие муниципалитеты. Татьяна Молоку, Олег Якимов, Республика. Чебоксары присоединились к программе МГИМО «Международная школа молодежной дипломатии». Сегодня было подписано трехстороннее соглашение между представителями вуза, столичной администрации и директорами школ-участниц проекта. Полиглот, психолог, эрудит, в общем, дипломат. Все эти ребята уже решили проявить себя в международных отношениях. 10 школ Чебоксар – площадки реализации проекта. Все расходы по участию в программе взял на себя городской бюджет. Тот проект, который стартовал в городе Чебоксара, в Чувашской Республике, он действительно первый. И первый с точки зрения доступности для школьников по прохождению тестирования, по написанию сочинений и по равным условиям для получения профпрофессионального образования. Юный дипломат – один из конкурсов программы московского вуза. Он проходил в два этапа. Первый – заочный. Школьники писали эссе на тему «Почему я хочу работать в системе международных отношений?». Второй – тестирование. Из 350 участников осталось сотня. А те, кто занял призовые места, получили путевки на выездные сессии международной школы. Дима Памиков стал лучшим. Его ждет поездка в Австрию. Я считаю своим большим достижением. Благодаря этой поездке я планирую получить необходимый опыт, который, я считаю, пригодится мне в моей будущей жизни. Для меня дипломат – это, в первую очередь, психолог. То есть человек, который может найти подход к любому человеку, найти общие темы для разговора. На мой взгляд, именно от этого умения зависит решение важнейших вопросов современности. Сейчас у ребят началось обучение. Оно состоит из двух модулей. По итогам выберут сильнейшую команду из десяти юных дипломатов, которые представят республику на российском уровне. Отличительной особенностью нашей программы является организационно-деятельностная игра. Игра длится круглосуточно. Помимо всего прочего, конечно же, это еще не только какие-то формальные вещи, но еще неформальные навыки, компетенции, которые в дальнейшем позволяют ребятам ориентироваться и быть более конкурентоспособными, чем все остальные. Одна из основных целей школы МГИМО – найти одаренных и талантливых ребят в регионах. Проект действует уже 10 лет, и результаты очевидны. Квалифицированных специалистов в области международных отношений становится все больше. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. В Лакреевском парке столицы Чувашии сегодня собрались самые исторически подкованные студенты. Именно там прошел всероссийский квест «За мной, Россия». Насколько хорошо ты знаешь историю Великой Отечественной войны? Знакомились с малоизвестными фактами о разных событиях того времени? Способен ли проходить испытания, ориентироваться на местности и разгадывать шифры? Ежегодно в преддверии 9 мая в 60 городах России проходит исторический квест на знания военной истории. В нашем городе мы собрали 4 команды по 5 человек. И в будущем надеемся, что круг участников расширится и будет такой масштабный характер. Оказание медицинской помощи, прохождение полосы препятствий, запуск бумажных самолетиков и обязательные онлайн-вопросы. А всего 8 теоретических и столько же практических заданий нужно было выполнить участникам. «Квест вообще классный. На самом деле я участвую в квесте первый раз. Здесь очень интересно, с интернетом все связано, по всем нужно бегать, с танциям, везде разные коды». Самым интересным, по мнению участников, стал этап танкисты. Здесь нужно было выбрать только те образцы техники, которые принимали участие в войне. И все это на время. Кстати, именно на этом испытании участники могли почувствовать себя как в танке в прямом смысле слова. Чтобы усложнить задачи, участников примотали друг к другу. Мне запомнился легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34. Сам я люблю очень технику, учусь на инженера, поэтому задание было мое самое любимое. Кстати, этот квест уже далеко не первый в движении волонтеров победы. В течение всего года участники подобных испытаний будут набирать баллы, а осенью знатоки военной теории отправятся на финал в Москву. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Музей истории тракторов Чебоксарых признан лучшим объектом детского и юношеского туризма и отдыха в ПФО. Он победил в четвертом фестивале конкурса туристских видеопрезентаций «Дива России-2017». Всего за почетное звание «Дива России» по Приволжскому федеральному округу в семи разных номинациях боролось более 50 проектов. Чувашия представила три – музей космонавтики имени Андриана Николаева, музей истории трактора и этнический двор верхних Чуваший Аликовского района. Музей истории трактора выступил с клипом «Трактор ты мой? Заводной». Динамичное видео, снятое в стиле лучших рэп-традиций, за короткое время набрало тысячи голосов на различных интернет-ресурсах. Ролик «Пятилетию музея» призывает обязательно познакомиться с его экспонатами. Теперь победители «Дива России-2017» по ПФО примут участие во всероссийском финале этого конкурса. Свои работы участники представят 30 мая в Москве. Шустрые, веселые и любопытные. Белки всегда водились в научебоксарской рощи. К сожалению, сейчас зверьков в лесу осталось немного. Сказывается антропогенное воздействие. Чтобы исправить ситуацию, гидроэнергетики по согласованию с природоохранными ведомствами решили снова заселить белок в рощу. Белка песенки поет, да орешки все грызет, как и в сказке Пушкина. Здесь, в Ельниковской рощи Новочебоксарска, все желающие могут понаблюдать за жизнью белочек. Сегодня 15 пушистых зверьков выпускают на волю. Давай. Густой мех, длинный пушистый хвост и яркие кисточки на ушах. Эти милые создания, а именно алтайские белки, пожалуй, самые крупные и красивые из всех сородичей. Трех зверьков, в том числе и беременную девочку, заселили в специальный вольер в зооуголке рощи. Остальных пушистых теперь можно встретить по всему парку. А приехали они к нам из столицы Татарстана. И чтобы в Чувашии зверьки чувствовали себя как дома, школьники и воспитанники детских садов своими руками смастерили 25 кормушек и около 70 белящих домиков. Раз горожане до этого поддерживали нашу идею по восстановлению популяции белок, то и сейчас они тоже будут заботиться о наших белках, подкармливать их, не обижать, не пугать собаками, громким криком. И я думаю, что нам удастся восстановить то золотое время, когда белок можно было запросто встретить на краю рощи, просто на тропинке на какой-то, покормить их с рук. Для Максима Федорова и его учителя Виталия Яковлева строительство домиков для животных занятие не новое. Два года назад они сооружали скворечники, а сейчас решили помочь белочкам. Кстати, именно их работы заняли призовые места в конкурсе «Белкин дом». Сложность была только строгать, а так все было легко. Работали мы часов 10. Я думаю, что мой домик понравится белочкам, и они с удовольствием будут в нем жить. Теперь, когда белочки обрели новый дом, потом, пожалуй, появится много желающих прикармливать зверьков. Кстати, очень важно это делать правильно. Нельзя кормить миндальем, это вообще ни в коем случае. Потом нельзя кормить... Ну, мы не кормим фундуком, потому что в каждом третьем фундуке фундуком с плесенью попадается. Если раскалывать, там лесной орех, есть плесень. Вот эта плесень, она убийственна для белки. Семечки, кедровые, грецкие орешки, яблоки и морковка – все это главное лакомство белочек. Этому угощению зверьки будут рады. Ну, а маленькие жители Новочебоксарска в восторге от самих пушистиков. Мне понравилось то, что они как бегают, такие милые. Мне понравилось то, что когда они выбегали, они по ногам пробегали иногда. Хотели бы тебе дома завести белочку? Да. А что бы с ней делали? Играли, глади, глади, глади. Видели, какие у нее большие когти и зубки? Не страшно? Нет! Особенно пушистый хвост у них хороший. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Наши новости можно увидеть на нашем сайте и в социальных сетях. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова